Друзья, всем еще раз привет. Меня зовут Игорь Семенов. Сегодня я с вами на связи. И мы сегодня поговорим о том, как развиваться, как строить команду онлайн. Почему мы рекомендуем именно онлайн? Потому что мы прошли школу и офлайн, и проходим школу онлайн. И понимаем разницу, понимаем отличия, потому что все проводено на практике. Если взять предысторию, то мы 7 лет работали офлайн, и не знали, не имели понятия, что такое бизнес в интернет. Потому что на то время, получается, еще мало кто развивался в интернет, только кто-то делал первые шаги, первые обучающие школы. Если мы копнем, возьмем отличия офлайн-онлайн, то это прямо противоположное построение бизнеса. Потому что офлайн – это списки знакомых, списки имен, которые нужно пополнять ежедневно, еженедельно, постоянно искать новое знакомство. Далее, это постоянно звонки по телефону, то есть просыпаешься утром и думаешь каждый день, кому бы сегодня сделать свои предложения, о своем бизнесе рассказать. Нужно постоянно с людьми знакомиться, то есть холодные контакты, которые перестают теплые. И, конечно же, не всегда этим людям, с которыми вы познакомились, нужен ваш бизнес. Объявления, флайеры, то есть разные опросы, это реклама в газете, радио, это семинары и так далее, и так далее, и так далее. То есть постоянно нужно искать людей. Онлайн – прямо противоположная система бизнеса, потому что здесь люди ищут вас сами. Да, нужно, конечно, настроить ресурсы, нужно, естественно, поработать немножко над тем, чтобы создать автоматизацию бизнеса. То есть это, возможно, сайт, видеомаркетинг, майл-маркетинг, социальные сети и так далее. Но это того стоит, потому что, когда вы настраиваете эту систему, люди сами к вам присоединяются. Я сегодня покажу в конце нашей презентации именно результаты, наши результаты за эти полгода, чтобы показать, что онлайн-бизнес работает. И это может сделать каждый. Причем бесплатно. Все программы, все ресурсы, которые сегодня я покажу, расскажу о них, они бесплатные. Вы можете их использовать в бесплатном варианте. И приятно, когда утром вы просыпаетесь, у вас новые партнеры в бизнесе. И у вас голова не болит каждое утро, кому бизнес рассказать. Потому что оффлайн – да, там нужно думать каждый день, кому об этом рассказать. Онлайн нужно каждый день что-то делать, то есть думать о деле и что-то публиковать. Какие-то новости, какие-то, может быть, видео публиковать, какие-то статьи. То есть что-то, какую-то информацию полезную давать о своем бизнесе. И когда вы это делаете ежедневно, регулярно, то, соответственно, люди наблюдают за вами и присоединяются к вам в бизнес. Потому что видят вас профессионалы. То есть первое, да, если нужно стать в любом бизнесе, например, мы берем FargoCoin, первое, что нужно сделать, это не рассказать кому-то об этом бизнесе, а стать в этом бизнесе профессионалом. Разобраться в маркетинге, разобраться в компании, во всех сервисах и знать ответы. И, ну, пусть не на все вопросы, но на основные вопросы нужно знать ответы. Потому что когда вам выходит человек в онлайн, он вас еще не знает, и здесь уже бэкать-нэкать нельзя, скажем так, да. Тут нужно четко отвечать на вопросы. Потому что если вы на вопросы не отвечаете, то он уйдет к другому. Вот и все. То есть основное, это нужно вам знать бизнес. И, соответственно, в онлайн-бизнесе будет много регистраций. И не все будут оплачиваться. Вот, в принципе, и весь, как бы, такой момент какого-то негатива, да, что не все выходят на связь, не все оплачиваются. И все. На этом негатив заканчивается. К этому нужно нормально относиться. То есть в оффлайн вы будете постоянно с точки отказа, которые, как бы, вы все люди, и каждый из нас может применить по-разному, да. То есть 2-3 отказа в день, и уже как-то мотивация падает. Нужно постоянно себя мотивировать. Но этого нет. И сегодня я такую проведу годную школу, именно по тем программам, которые вам понадобятся в построении онлайн-бизнеса. Я выбрал такие основные, которыми пользуюсь я. Я не гуру, да, допустим, но я обычный пользователь компьютера. И те программы, которые я использую, которые я себе установил, вы можете тоже, я вам рекомендую их использовать в онлайн-бизнесе. То есть нам они будут нужны, потому что мы дальше будем разбирать именно YouTube, будем разбирать Facebook, будем разбирать рекламу и так далее. Соответственно, нужно все это установить, всем этом разобраться. И все это, опять же, потерять бесплатно. Итак, я включаю свой экран и буду вам просто показывать вживую те инструменты, которые у меня есть. Итак, вот такая сегодня школа будет. Я подготовил здесь, в этом блокноте. 14 необходимых инструментов. И самые такие простые, начнем с чего? Начнем с браузера. Казалось бы, да, браузер у каждого есть, но я часто вижу, что у людей стоит один браузер. Один это мало. Почему мало? Потому что очень часто в каком-то браузере не работают какие-то кнопки. На определенных сервисах, на определенных сайтах есть такие моменты, когда зависают, возможно, какие-то функции. Поэтому нужно поставить хотя бы минимум два браузера или три браузера. У меня так пусть и четыре. У меня основной браузер это Google Chrome. Дальше есть Mozilla, Яндекс, Opera и я все использую для разных целей. Хотя Chrome это у меня основной, он самый шустрый, мне он больше нравится, в нем много приложений можно поставить. И, соответственно, я его использую на 90% Google Chrome. Но, тем не менее, вы можете на этом сайте, который сейчас покажу, вот он, этот сайт, все браузеры интернета в одном месте. Я все эти ссылочки потом оставлю. Они будут, сейчас у нас идет запись, под записью, под видео мы оставим все эти ссылки сегодняшней школы со всеми ресурсами. И на самом деле браузера здесь я насчитал 57 штук. Наверное, мы все знаем, да, Mozilla, Chrome, Яндекс, Opera и так далее. Но существует очень много, 57 штук. Здесь можно их скачивать. Ребята обновляют постоянно новые файлы. Соответственно, на каждый браузер есть какое-то описание, комментарии, внешний вид и так далее. То есть тут описание, также есть оценка, видимо оценка на каждый браузер. Допустим, браузер, ты, три с минусом. Не стоит его и оставить, да. А есть в браузере, допустим, пятерочка, пять баллов и так далее. Пять баллов. То есть эти можно восстанавливать. Далее. Что еще важно, что я часто вижу, какие я вижу ошибки людей. Ну, соответственно, что если вы занимаетесь онлайн-бизнесом, у вас должно быть все под рукой. Поэтому я рекомендую сделать всем вот такие папочки, как для меня. Я на каждый, допустим, бизнес, или на каждый, скажем, вот, к примеру, сайт у меня есть, да, по поводу сайта есть определенные страницы, да, то есть ссылки на разные ресурсы. То есть на каждой идее деятельности у меня отдельная папка. К примеру, FargoCoin. Вот у меня все я собираю по FargoCoin. Всю папку. К примеру, мне нужно дать человеку какую-то информацию. Я всегда могу в эту папку зайти и дать информацию, которая у меня всегда под рукой. Нажал на любой сайт и дал человеку. Кроме того, есть такая папочка «Показ». Ей выделил, к примеру, 14 основных ресурсов для показа. То есть я могу сразу нажать на кнопку мыши, открыть все 14 сайтов и показать человеку через скайп. Через показ экрана от скайпа я показываю и сразу делаю такой обзор на экскурсии по FargoCoin. Особенно это часто делаю в начале. Сейчас, конечно, я записал уже многие, некоторые видео, которые я даю. Там уже обзор есть в видео. Но в начале я давал такую информацию через ПК в скайпе. Открываю все быстренько и делаю, соответственно, обзор проектов FargoCoin. Далее. Как эти папки сделать? Очень быстро. Ну, во-первых, нужно нажать «Настройки», здесь «Закладки», «Показать закладки». И далее, примерно с правой стороны, нажали правой кнопкой мыши, добавить папку, называете папку, которую необходимо вам сделать. И, соответственно, потом это папочка, вы будете бросать все необходимые ссылки на разные сайты, на разные ресурсы. И это очень удобно. Очень удобно, да? То есть удобно быстро найти. И утром я просыпаюсь и открываю несколько сразу ссылок, потому что голова не болит. Что посмотреть? Куда зайти? Что сделать? Я открываю и сразу же вижу, допустим, да, что сегодня сделать, что какие, допустим, да, прошли, допустим, изменения там или там и так далее. Далее. Что я вижу часто? Хотелось сказать по паролям. У меня, допустим, здесь по браузерам это папки и быстрый показ. Далее. Второе. Второй пункт – это пароли. Часто люди вводят пароль вручную. Это первое. И очень часто используют один пароль. И, конечно же, используют легкий пароль. Я вам скажу так. Пароль вы не должны знать. Пароль знать вообще вы не должны. Если вы пароль знаете, значит он легкий. Если он легкий, значит он может легко взломать хакера. Вот и все. Я не знаю ни одного пароля. Вернее, знаю один пароль. Позже я вам скажу. Один пароль знаю и все. Который я ввожу утром на одну программу. А остальные пароли у меня хранятся в программе, которая называется «Васпаст». Вот она. Это программка. Вот она «Васпаст». Тут прямо красным написано «Упростите себе жизнь». И правильно, да. То есть зачем забивать себе голову паролями. Если вы можете поставить «Васпаст», который будет ваши пароли, ваши логины хранить. И все это, кроме того, это все будет подставляться. К примеру, я захожу на любой ресурс, у меня, видите, уже логин и пароль подставлены. Нужен другой аккаунт. Я просто переключаю здесь другой аккаунт. Все. И вхожу. Это делается за одну секунду. Быстро и удобно. И никогда не будет ошибки. «Васпаст» не ошибается. Он просто хранил, такой же пароль ведет. Все. Потому что часто люди ошибаются в паролях, потом на это уходит ума времени. Потом система блокирует ход. Потом пароль восстанавливается. И бывает, это делается людьми по два-три раза. Далее. Значит, сам «Васпаст». Чем он еще хорош? Тем, что он запоминает пароли «Да». Но тут еще есть генератор паролей. То есть, опять же, не нужно думать, какой пароль на какого-то сайта придумать. Нажимаете «Генератор паролей». Далее. Здесь выбираете длину пароля. Какая вам необходима. Можно побольше, потому что все, опять же, «Васпаст» хранит. Выбрали длину пароля. Здесь, далее, вы можете указать, какие нужны буквы, цифры. Нужны ли буквы, цифры, символы. Потому что, возможно, некоторые сайты, такие символы, как собачки, там проценты не поддерживают. Значит, убираете. Если поддерживают, ставите. Все. Также можно выбрать себе пароль, который вам понравится. Хотя, опять же, это не нужно. Все. Выбрали пароль. Сколько знаков. Скопировали. При первом ходе «Ласпас» запоминает ваш пароль. И далее он будет его подставлять. Вот и все. И забыли за этот вопрос, за то, что где-то пароли записывать, какие-то блокноты бумажные и так далее. Да, это можно все, конечно, продублировать. Мало ли, если тебе допустим, системы. Поэтому есть еще одна программа. Вот она, программка. Называется она «Кипаст». То есть «Ласпас» — он хранит пароли в вашем браузере. «Кипаст» — это программа, которая пароли хранит. Это хранилище, которое хранит пароли на вашем компьютере. То есть устанавливается программа. Вот сайт. «Кипаст» — «Кипаст» — «Пасворт сейв». То есть ваш сейв пароли. Здесь последний вес, к примеру, «Кипаст» — 2.36. Поставили такую программу, такую базу. У меня, допустим, «Васпас» стоит уже где-то года, наверное, 3. «Кипаст» — «Кипаст» — думаю, года 2. И проблем нет. Проблем нет. Все. Очень простая система. То есть на русском языке все. Тут вы можете добавлять папочки, создавать по разным сервисам, проектам, например, соцсети и так далее. Нажали правой кнопкой мыши «Добавить группу». Уже в группе нажали правой кнопкой мыши «Добавить запись». Все. Сюда пишите название сайта, логин сайта, ставите пароль. Можно поставить ссылку на этот сайт сразу. В комментариях можете написать какие-то секретные ключи, секретные слова и так далее. И все это сохранить. Это вторая программа по паролям. Все. К этому больше не возвращаемся. Вот именно в эту программу я вхожу каждое утро и знаю этот пароль. Потому что программа запомолена. Я утром открываю ее, ввожу пароль, сюда вхожу и все, вечером ее закрываю. Все. Больше пароля я не знаю. К этому мы не возвращаемся. Идем далее. Четвертое. Это программа Evernote. Это сервис хранения заметок. Это обалденный сервис, вот которым я нахожусь. Вот он. Вот он Evernote. Давайте я по-моему раскрою. Это лучший сервис для того, чтобы хранить ваши заметки. Заметки, статьи, ссылки, видео и так далее. Очень удобный. Удобен чем? Потому что вы его ставите себе на браузер. То есть сделаете регистрацию в браузере. Бесплатная регистрация. Сделаете регистрацию в браузере. У вас эта программа находится и в браузере. Можно работать в браузере. Также ставите приложение на компьютер. На Windows, на Mac есть. И также ставите приложение, к примеру, на смартфон. И все это синхронизируется. То есть все, что вы будете записывать в одном, допустим, да, в блокноте, к примеру, на компьютере, на компе пишете, все это идет синхронизация в браузер и приложение на смартфон. И вы можете всегда, вы делаете бензонлайн, вы можете всегда, находясь в дороге, дать любую информацию человеку. Смартфоны зашли, зашли в любую папочку, допустим, паркакоин, и дали, к примеру, любую информацию, любое видео, да, то есть информацию, там, ну, допустим, видео на ютубе. Я, мол, в любое время, да, вот, допустим, меня там спрашивают, а как то сделать? Я захожу в видео на ютубе, у меня есть папочка в верноте, и выбираю видео, которое необходимо дать. Копирую, и, соответственно, что-то бросаю. Все это делается в течение, там, 5 секунд. Очень удобно, опять же, сделать разделы, то есть сделать блокноты. В каждом блокноте идут заметки. И, соответственно, сама заметка. К примеру, у меня бизнес-падакоин, то есть там старт пошагово, соглашение в соцсетях, которые я использую, уже готовые здесь есть. Информация после там. Тут я, опять же, записываю теги различные, выбираю теги, использую для ютуб, для сайта. Письмо-партёру на почту, в которой мы пишем письма, и так далее, то есть вся информация, вся хранится по таким вот папочкам, да. Любой раздел делать, и информация хранить. Поэтому такой блокнот, это лучшее решение для заметок. Все, допустим, там, Word, какие-то блокноты обычные, видовские, ну, они просто отдыхают, по сомнению, севернота. Поэтому я рекомендую всем это поставить, потому что это облегчает вообще процесс ведения бизнеса, облегчает вашу работу. Вы можете всегда любую информацию сохранить, найти ее, то ли с браузера, куда-то вы ехали, в браузер зашли у другого человека, и вы уже в блокноте информацию даете. Со смартфона. Я думаю, смартфон сейчас уже не проблема. Смартфон можно купить за 50 долларов, и он вам будет нужен онлайн, потому что это общение с людьми по разным мессенджам. Дальше мы будем поговорить. Я сегодня не буду говорить о том, как это все ставить, как устанавливать, потому что я дам ссылки, и, соответственно, все это есть на YouTube. Как программу установить, как с ней работать. На русском языке все очень просто. Тут даже методом тыка можно разобраться и с металлами каких-либо. Создал блокнот, далее, допустим, есть мой блокнот, FargoCoin, я нажимаю новая заметка, пишу название заметки и пишу заметку, допустим, какую-то информацию. Все. Потом все это само синхронизируется, и, соответственно, все это находится у меня и в браузере, и на смартфоне. Шикарный инструмент. Так, идем дальше. В нем же мы идем на школу нашу. Вот наша школа. Далее. Далее пятая программа. Это Paint. Нам она будет нужна, потому что в Paint мы будем делать картинки, вернее, брать картинки и делать текстовые надписи. Это первое. И второе. Вы всегда можете в Paint нарисовать кому-то через показ экрана в скайпе нарисовать любую информацию, чтобы подлиннорить, например. Что я часто делаю. Я не стал тут делать ссылку, потому что Paint стоит по умалчиванию всех Windows и Mac. Я понимаю, да, вот не знаю, под этот знак, но, наверное, должен стоять в Paint или другая программа. Она ставится по умалчиванию с операционной системы Windows. И этой программки вам хватит. То есть, есть, допустим, Paint, я его открыл, Paint, который более расширенный, более редактор, у него более серьезный, он вам не нужен. Потому что этого хватит. Чтобы сюда добавить картинку, любую картинку взять, к примеру, любую рабочую стрелу картинку, добавили картинку, далее выбрали текст и написали, что угодно. Все, это опять же, этот текст можно редактировать, то есть, любым цветом, что угодно. и использовать картинки для дальше, для рекламы. Это первый вариант, который вам нужен, будет необходим. Это Paint, программа очень простая. Далее. Не сохраним, уберем. Еще раз. Второй вариант. Еще нужна программа Paint. К примеру, у вас есть партнер, который спрашивает, а как там работает вебинар, как начисляются, допустим, баллы, как, допустим, очки, как там ноги и так далее. Все это быстренько можно открыть и порисовать и объяснить, да, то есть, не надо быть художником, выбираете, к примеру, карандаш, выбираете любой цвет и нарисовали, к примеру, да, правая нога, левая нога и так далее. То есть, все это можно порисовать и объяснить. Через показ экрана, через Skype, визуально, все это можно объяснить. Также, можно использовать Viber. Кстати, у Viber, если вы поставили Viber на компьютер, на Windows, тоже есть показ экрана. Поэтому, то ли Skype, то ли Viber, все это можно использовать. Сворачиваем. Идем дальше. Lightshot. Это программа, которая делает скриншоты с экрана монитора. Тоже хорошая программа, я думаю, и пользуюсь. Вот сам сайт. Значит, опять же, скачивается для Windows, для Mac, устанавливается, и вы при помощи этой программы всегда можете сделать скриншот с экрана. Жирной, принт-скрин, какую-то область выделяете. Чем она хороша, эта программа? Тем, что есть редактор и неплохой редактор. Можно сразу же сохранить какую-то картинку на сервисе, на сервере, на этом. Далее, можно, естественно, ее напечатать, можно картинку сохранить, рисовать линии, привые, допустим, ровные, стрелочки, далее, выделять что-то, допустим, таким путем. Писать тексты, то есть можно, все это делать. И, соответственно, выбирать цвет. Тоже можно выбирать любой цвет. Поэтому, эту программу вам нужно поставить, даже где-то у меня есть видео на канале, видео потом поставили это видео, потому что она одна из лучших программ для того, чтобы делать скриншот с экрана. Идем дальше. Идем дальше. Перемешиваю школу. Далее. Еще одна программка, допустим, LightShot, это программа, которая делает скриншот с экрана, а LightScap, это программа, которая записывает гип-анимацию. Тоже, ну, мне, допустим, нужна. Так она работает. Это очень простая программа. Вот сам сайт, на котором можно скачать эту программу. Давайте я покажу. Вот так она выглядит, программка. Вот это и все. Вы выделяете любую область, которую нужно записать. Соответственно, выделяете, нажимаете запись, выбираете, например, пишите файл, пошла запись. Сейчас пошла запись. Вот она. Секунды пошли. Один, два, три. Все. Остановили. Закрываем. Давайте посмотрим, что записалось у нас. вот он, гиф файл. И вот записалось все, что, естественно, все, что двигалось, все, что написали, допустим, какие-то слова и все записалось. И все это повторяется. То есть, это гиф файл. То есть, можно записать, в принципе, видео файл. Человеку дать видео файл, он будет, да, без звука, гиф файл. Ну, к примеру, там, у вас есть какой-то вопрос, там, у человека, что, как сделать тот или тот, как там, зайти туда-то, туда-то. Быстренько программу включаете, записали, дали человеку. Или, возможно, снять видео. Я, допустим, снимаю для сайта постоянно гиф файл по показанию слитов. Допустим, меняется процент в слитах, я записываю и ставлю на сайт. Записываю этой программкой постоянно, регулярно, только меняется процент по слитам. Быстро и удобно. Тут можно все это скачать, посмотреть на этом сайте, программу скачать, для Windows, для других операционных систем. Все это я вам оставлю, естественно. Идем дальше. Далее, вам необходимо будет лендинг. Я думаю, что многие уже получили лендинг. Вот сам лендинг. Лендинг вы можете заказать у меня. Значит, если еще нет лендинга у вас или ваших партнеров, заказывайте лендинг, я сделаю, делаю быстро и уже этот лендинг вы можете использовать вместо своей реферальной ссылки. Потому что это более эффективно, чем, допустим, давать реферальную ссылку. Использовать лендинг. Попадая сюда, допустим, по рекламе, человек заходит на этот сайт, кликает регистрация и, соответственно, регистрироваться под вас в бизнес-фаргаклоне. Это короткое видео, видео в пределах пяти минут. Ознакомительного этого хватит. То есть, вы знаете, есть такие лендинги длинные, красивые. Да, такое тоже можно сделать. Но, поверьте мне, практика и опыт показал, что вот эти длинные лендинги красивые. Они неэффективны. Потому что люди не читают всю эту информацию. Ее очень много. Человек новенький может запутаться, что к чему. Когда вот такой простой лендинг стоит, на котором стоит видео, и минимальная информация, минимальная, это намного эффективнее, чем длинные лендинги, которые нужно читать там час или два по времени. Никто этого делать не будет. Поэтому короткий лендинг простой, сейчас работать будет намного лучше. Так, идем дальше. Дальше пошли у нас мессенджеры. То есть, нам нужно будет Facebook. Я думаю, что Facebook у всех есть, но если у вас Facebook нет, нужно поставить Facebook, потому что Facebook сейчас это один из лучших инструментов для того, чтобы вести бизнес онлайн. Реклама Facebook, я скажу, сейчас очень такая щадящая. Facebook не берет за рекламу много денег. Вот мы платим, бюджет в месяц примерно получается тысяча тысяча тире две тысячи рублей всего лишь на рекламу на Facebook. И вам нужно сделать на Facebook страницу. Если допустим, у вас не страничка, тогда вы можете использовать нашу командную страницу. Как это делать, будем позже об этом поговорить. Кроме этого Facebook есть месседж. Тоже нужно его установить. Опять же месседж дублируется на смартфон. Потому что я работаю в месседжер. Я работаю в месседжер и пишу людям, которые добавляются ко мне друзьям, которых я добавляю друзья, ищу друзей по группе и пишу информацию и месседж. Конечно, тут нужно аккуратно делать, чтобы это не сошли за спам, чтобы вас Facebook не заблокировал. И соответственно не делать очень много допустим в день таких скажем текстовых вариантов своим друзьям, которые допустим только подключились к Facebook у вас, к друзьям, потому что могут нажать спам, один нажал спам, второй нажал спам, соответственно вас заблокируют. Но я работаю, меня не блокировал Facebook, дай бог, что дальше буду работать. Но тоже будем все это говорить и тексты и т.д. Далее. Звуки месседжей. Далее YouTube. YouTube та же самая ситуация. Опять же все это бесплатно. Facebook, опять же YouTube, да, вам нужно сделать канал на YouTube. Если у вас канала своего нет, опять же будем использовать командный канал. Я вам скажу так, если вы сделали почту Gmail, а я думаю все она есть, то по сути у вас автоматом уже YouTube есть. это как инструмент Google. И соответственно вам нужно просто оформить ваш канал и заливать туда видео. И поверьте, даже если вы не пишете видео, не записываете свои видео, вы можете оставить видео других авторов. И опять же скажу, что по своему опыту очень многие люди, которые вообще видео не пишут, а ставят видео других авторов разных, тоже очень успешно работают онлайн. просто нужно делать регулярно, постоянно, там, еженедельно, да, вот новые видео, допустим, поставить себе цель, заливать видео еженедельно, одно-два, и делайте. Публикации делать на Facebook, к примеру, да, делать публикации ежедневно, две-три, пять, и делать это все, просто делать нужно регулярно. Вот и все. Поэтому этим нужно пользоваться как бесплатным инструментом. Да, реклама на YouTube, она платная, но, опять же, это уже дополнительно. Об этом мы будем говорить позже, уже как об инструменте, который, допустим, захочешь использовать и оплачивать. Но YouTube и Facebook все это, месседж, все это можно бесплатно использовать и, соответственно, у вас будут партнеры бизнеса. Идем дальше. Открываем наш Evernote любимый, YouTube. Далее, опять пошли у нас идут месседжи, да, Telegram. То есть, я так понимаю, что Skype все знают, Viber, WhatsApp, но Telegram я поставил на пирамису, допустим, Telegram, WhatsApp, Viber, Skype, потому что Telegram это очень хороший, очень легкий, очень шустрый месседж, очень удобный. Опять же, можно создавать каналы, можно создавать чаты, можно создавать боты, и, соответственно, в Telegram уже есть звонилка, то есть, уже можно звонить в Telegram. Еще обещает Павел Дуру, что будет в Telegram и показ экрана, поэтому, если это все будет и будет показ экрана, то Skype идет уже на второй уровень, потому что Telegram это безопасно, это безопасный месседж. Telegram взломать, но нереально, потому что он идет через ваш смартфон, да, нужно иметь смартфон. А Skype это уже месседж, скажем так, небезопасный, потому что даже, у меня, у меня взломали Skype. Где-то, это было, наверное, год или полтора назад, мне взломали Skype, и я не мог его восстановить. И самое плохое, что, обращаясь в службу поддержки, они не могут заблокировать мой Skype, который взломан. Они не могут его заблокировать, и этот мошенник, используя, допустим, мой Skype, обращается к моим друзьям, и, соответственно, у них выманивает деньги. Не только у меня был взломан Skype. Я знаю мой фидер, который взломали Skype, и опять же ситуация такая самая. В основном все его не вернут. Поэтому Telegram, как инструмент в будущем, я считаю, что это лучше, намного, чем Skype. У нас уже есть в Telegram, значит, Skype-группа, вот она, бракон-команда летим, и, соответственно, вы можете установить Telegram, делать сообщение, просто, бесплатно, естественно, и подключаться в эту группу. Я вам рекомендую. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса. Вам могут выходить люди через разные мессенджеры, через Skype, через Telegram, через WhatsApp, через Viber. Я работаю во всех. И, кроме того, все это у меня есть на смартфоне. И я вам рекомендую поставить все это тоже, когда вы поставите на смартфон, установить все на компьютер. Почему? Потому что намного удобнее информацию дать человеку, какую-то дать информацию с компьютера, чем со смартфона. С смартфоном тоже можно. Допустим, в дороге, где-то вы находитесь где-то на выезде, компьютер дома, все можно дать со смартфоном. Но удобнее, когда вы работаете в интернете с ноутбука или со своего компьютера, то поставили мессенджеры все на операционную систему и, соответственно, информацию всегда можете дать через компьютер. WhatsApp тоже, я работаю везде, люди выходят с разных устройств. Telegram, тоже самое Telegram, поэтому это нужно в первую очередь для того, чтобы вас могли найти всегда, ваши финансиальные партнеры, потому что они найдут вас, найдут другого человека. Вот и все. Вы не вышли на связь, вы ехали кодом, два дня, не вышли на связь, найдут другого спонсора и по другому покажутся. Вот и все. Поэтому даже вышли на связь, говорите, я потом дам информацию через два дня, через три, потому что у вас нет блокнота и варноты, потому что вы не знаете где и что, это тоже соответственно влияет на дальнейшее решение вашего потенциального партнера. Потому что да, я вам скажу так, что люди, конечно же, очень многие люди, которые не знают ни бизнеса, не используют ничего, к ним тоже подключаются партнеры. Потому что эти партнеры потом стучатся к тем людям, которые знакомы с бизнесом и говорят помогите. У нас таких уже, наверное, было повлекло человек 15-20, которые к нам стучатся и говорят помогите, я под кого-то подключился, спонсор не выходит на связь, я не знаю, что мне делать, как то, как то. Конечно, да, мы помогаем людям частично, первоначально помогаем, но естественно мы не будем с ними работать постоянно и на все вопросы отвечать. Людей жалко, жалко, потому что вот как-то они где-то нашли кого-то по какой-то ссылке, по какой-то рекламе, даже спонсор не знает. Поэтому да, работают и так люди. И эти люди, скажу вам тоже по-моему, что они выживают, потому что они ищут. И когда они ищут, они начинают выживать в этом бизнесе и начинают вникать. Лучше, чем тем, допустим, кому все преподносишь на блюдечко, как говорится, да, и даешь все информацию, выливаешь. По-разному бывает. Так, ну и все эти ссылочки я дам, допустим, у кого-то нет, телерама, там, WhatsApp, Viber, и все ссылки по программу, я, мы делаем запись, я это сброшу под видео, будет в описании текста на YouTube, также сброшу все это в Skype, чат, в Telegram, чат, чтобы вы это все установили. Да, естественно, что я рекомендую установить, никто не заставляет это делать, но для того, чтобы делать онлайн, это минимальные, такие простенькие программы, потому что еще, допустим, у меня есть там, я использую Photoshop, для работы Photoshop, я использую Comptase Studio для записи, видео, допустим, записи с экрана, там, допустим, я использую Adobe News, это программа, которая создает сайты, тоже, но, опять же, это все уже вторично, да, то есть, вот этого начального вам хватит всего, чтобы начать заниматься бизнесом, то есть, значит, Facebook, и ВКонтакте, ВКонтакте, к примеру, да, и другие социальные сети, там, их много, LinkedIn, Twitter, например, и так далее, Одноклассники, везде можно работать, но Facebook, мы будем именно рассматривать Facebook, потому что Facebook очень много возможностей дает, возможности рекламы, и, соответственно, хорошие инструменты, такие, как Message, тоже можно использовать. Далее, значит, и что я хочу сказать напоследок, смотрите, результаты, давайте я зайду в свой аккаунт, потому что, опять же, работа для онлайн бизнеса, это опять же, не для хвастовства и ни кухни со стороны, потому что, нас эти результаты, нас лично, не устраивают, вот, как меня, да, но тем не менее, это все работает. Так, сейчас, нужно обновить, долго была, какая-то страница, обновляю и захожу. Значит, получается, за полгода, лично полученных партнеров, у нас, 155 человек, это люди, которые перешли по ссылке и подключились. Да, конечно, что, что я говорил сегодня, уже в начале, что не все будут оплачиваться, полученных более 40 человек, это примерно 30%, это нормальный результат. Так, он говорит, что 20% людей и 100% будут, допустим, делать какой-то бизнес. Поэтому, всегда, чем больше ваших пиджаков, у вас будет пиджаков черный, тем больше будет цветных. Вот и все. Тут была цифра, когда-то 50, когда-то было 100, когда-то было в июне, сейчас 155, будет 200, будет 250 и будет 300, друзья. Уже, знаешь, что будет? Потому что, когда уже все настроено, когда вы делаете публикации каждый день, когда, допустим, делаете какие-то видео или ставите чужие видео, неважно, да, то есть, ну, конечно, важно это, но тем не менее, то есть, нужно что-то делать. Соответственно, люди будут там подключаться, то не бывает. И мы наблюдаем по своей команде, что тоже, кто, допустим, использует YouTube, у тех подключается больше людей. Использовать Facebook, то же самое. То же самое. То есть, бизнес онлайн работает. Просто нужно что-то делать ежедневно. Так, перехожу я в комнату, потому что, вижу, что немножко добавилось людей, это радует. Значит, у меня на сегодня все. Я желаю вам, естественно, окунуться в этот прекрасный бизнес, с сетевой онлайн, потому что намного проще, намного проще и намного интереснее, когда к вам люди подключаются сами, выходят на связь, они уже подготовлены, они уже дадут вопросы, они уже какую-то информацию посмотрели. чем искать кого-то каждый день оффлайн и утром просыпаться с головной болью, кому сегодня о бизнесе рассказать. Я знаю, что это у всех, кто работает на онлайн. Кому сегодня позвонить и кому прийти что-то рассказать. И себе нужно еще замотивировать, потому что это могут быть казахи постоянно. Да, нужно делать и то, и то. Я не вижу, что нужно от оффлайн вообще отказаться. Я не вижу, что нужно это все бросить. Нужно совмещать и работать оффлайн, работать с своими друзьями знакомыми и постепенно, постепенно переходить в онлайн и настраивать систему онлайн, чтобы у вас уже партнеры приходили оттуда и оттуда. И соответственно у вас будет бизнес расти и расширяться.